Две присоски, глаза и, внимание, 360 специальных зубчиков. Фармацевтическая минифабрика, именно так называют пиявку, простейшего кровососущего паразита. Между прочим, медицинские пиявки народ капризный и в природе, учтите, не встречается. Это специальный сорт, только три вида из 400 пиявок обладают лечебным действием. У них есть вот этот самый фермент герудин, который и нам нужен, который и оказывает лечебное воздействие. А остальные пиявки, которые водятся, в том числе и в водоемах, это ложно-конские пиявки. Они в основном присасываются к коровам, к крупному рогатому скоту, в водоемах, к людям. Но никакой лечебной функции не несут, так как ферментов у них нет. А медицинские пиявки разводятся только на специальном заводе пияфабрики. В природе их не существует. Герудотерапией занимались еще древние греки. Бурное развитие фармацевтики метод придало забвению. И вот сегодня опять вернулись к тому, чем лечили наши предки. Прежде всего, лечение пиявками основано на ферменте, который продуцируется слюными железами пиявки. Этот фермент называется герудин. Попадая в сосуды, он растворяет тромбы, разжижает кровь, улучшает ее вязкость, текучие свойства, приводит также к росту микрокапилляров. И, соответственно, за счет этого улучшается кровообращение в больном органе. Перечень показаний к лечению пиявками примерно следующий. Все, что связано с плохой проходимостью сосудов, это гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен, тромбофлебиты, ишемическая болезнь сердца, хорошо лечится остеохондроз, помогает при болях остеохондрозе, ну и многие другие заболевания, которые имеют сосудистую природу. Кому-то зрелище покажется не вполне эстетичным, но те, кому процедуры принесли реальное облегчение, смотрят на этих маленьких кровососов чуть ли не с нежностью. Когда присасывается, она маленечко так, потихонечку покусывает, посверливает, а потом такое успокоение, нормально. Вот вам не больно? Нет, даже нисколько. На коже остаются следы от укуса, но через две недели они бесследно исчезают. Кстати, кожа от этого тоже прок. В древности пиявки использовали и как косметическое средство, чтобы улучшить цвет и подпитать уставшую кожу. Есть, разумеется, и противопоказания. Гемофилия – абсолютное противопоказание. Заболевание достаточно редкое, при котором кровь не сворачивается. И, естественно, в таких случаях делать дырки в коже и вызывать кровотечение ни в коем случае нельзя. Высокое содержание сахара в крови, инфекционные заболевания, низкое давление, очень низкое, анемия – это все противопоказания для лечения. Сегодня это живое лекарство свободно продается в аптеке, что специалистов приводит в страшное расстройство. После таких вот самолечений им нередко приходится принимать экстренные меры, чтобы привести пациента в норму. Пиявок мы закажем каждый месяц. В течение месяца у нас 2000 уходит. Кстати, именно по причине не давать заочные уроки любителям самолечения, врач-герудотерапевт уклонился от полной демонстрации процедуры выбора места и присасывания пиявки. Лечение пиявками – это сложная, практически хирургическая процедура, и никому же не придет в голову самостоятельно удалить аппендикс, например. Точно так же и лечение пиявками требует специальной подготовки, знания точек постановки, знания точек, куда нельзя ставить пиявок. И порой у нас есть такие примеры, когда самостоятельное лечение приносило больше вреда, чем пользы. И еще, наряду с профессиональными герудотерапевтами, сегодня немало и так называемых дуримаров. В каких прудах они берут своих пиявок – неизвестно. Деньги такие коммерсанты гребут немалые, а результат в лучшем случае сомнительный. Сейчас появились разнообразные предприниматели, которые не имеют ни врачебного образования, ни герудотерапевтического, предлагают постановку пиявок в подъездах, на вокзалах, в квартирах. То, естественно, могут быть самые разнообразные осложнения. А вот это совершеннейший миф. Что пиявки ищут больное место, с этим связано немало трагических случаев даже в герудотерапии. У нас был один пациент, который один раз, как он рассказывал, решил по совету старушек у подъезда полечиться по принципу пиявки с носами, знают, куда кусать. Он взял ведро, у него был варикоз на ногах, налил туда воды, пустил пиявок, засунул ногу, и в итоге ему в 30 местах прокусили вену, и пациент чуть не умер от потери крови. Жизнь этих маленьких монстров коротка, или, правильнее сказать, одноразово. Специальная емкость, куда мы выбрасываем прямо на глазах снятых с пациента пиявок в раствор дезинфицирующий, и они там погибают. Герудотерапия, лечение для терпеливых, курс занимает не меньше месяца. За одну процедуру от трех до шести пиявок. Один такой лечебный монстр будет стоить вам в среднем столовой ложке крови и 80 рублей. Брезгливость, признаются укушенные пациенты, здесь неуместно.